А вот мне задавались себе вопрос, а почему ваш блог смотрят? Почему он интересен и почему он набирает сотни тысяч просмотров? Я не знаю, ну, во-первых, как бы далеко не сотни, не каждое видео набирает сотни тысяч просмотров и далеко не каждое видео интересно, я не понимаю YouTube. Вот я реально не понимаю, почему вот это видео заходит, а вот это видео не заходит. Почему видео, к которому я уделил больше внимания, допустим, больше, там, вот оно бывает в видео, когда, ну, действительно, там, большой исходный материал, например, ты над ним работаешь, корпишь, сидишь, оно не идет. То, что сделано вот как быстро, ну, да, вот иногда вот так вот торопишься, причем торопишься даже не потому, что нет времени, а потому что тема, может быть, горячая, ну, тут еще понятно, ну, просто получилось так, что как бы сделал вот походя, да, то есть над темой особо не думал, она как-то к тебе пришла, и вот оно ушло, улетело. Я вот, допустим, не понимаю, у меня топовый ролик на канале встреча президента Порошенко и президента Сербии. Кстати, я для президента Сербии как бы главный пиарщик, потому что в YouTube следующий за мной ролик его встречи с Путиным раз 10 меньше набрал. Тут 4, больше 4 миллионов просмотров ролик набрал. Я не понимаю, почему ролик, например, о встрече с президентом Сербии набрал 4 миллиона просмотров, а ролик о встрече с президентом, там, Грузии, условно, набрал 100 тысяч просмотров. Почему, как, как вот оно происходит. Почему, ну, вот еще более непонятна для меня вещь. Суд Януковича, допрос Яценюка, как бы информации масса интереснейшая, поэтому я делаю по допросу Яценюка два ролика. Ролик, который я выпускаю первым, он набирает около 160 тысяч. Ролик, который я выпускаю вторым, тут же, вот, ну, буквально, вот, выпустил ролик, делаю второй, выпускаю его через 2 часа, он набирает больше 2 миллионов. Как так? Вот я этого понять не могу. Что в Ютубе происходит? Как оно происходит? Как оно происходит? Ну, я... Ну, а вот именно почему столько вот 50-100 тысяч, ну, это вот гигантские суммы, на самом деле, по просмотрам, миллионы, это я вообще молчу, это вообще отдельная тема, но вот почему, вот почему люди смотрят, почему это им нравится, почему они пишут положительные комментарии и так далее, ну, то есть это своеобразный такой дефицит на правду, который блогеры именно удовлетворяют? Ну, возможно. Возможно. Я, понимаете, я, как бы, изначально вот Ютуб-канал вообще делал, вот, делал по принуждению, так скажем. Ну, вот реально по принуждению. То есть, когда я, вот, вел программу на радио, после того, как я вел программу на радио, меня начали приглашать на Ньюс Ван, и мне начали люди в Фейсбук писать, делай видеоблог. Я долгое время, ну, несколько месяцев, где-то с полгода выкладывал просто эфиры свои, меня на Ньюс Ван пригласили, я, как бы, вырезал себя, поставил, вот, вот, то, что я говорю, там, как-то назвал, картинками не заморачивался, потому что я тогда этого делать еще не умел. И в какой-то момент, знаете, успех вдохновляет. В какой-то момент я публиковал видео, фрагмент эфира, который вел Гонопольский. Гонопольский мне задает вопрос, почему украинцы хотят в Европу? Я говорю, украинцы хотят в Европу, потому что их обманули, потому что они хотят в Европу, потому что, надеясь на высокий уровень жизни, но они этого высокого уровня жизни, даже вступив в Украину, в Евросоюз, не получат. Пример Болгария, пример Румыния, страны Евросоюза, но низкий уровень жизни, и до 2014 года уровень зарплат в той же Румынии или в Болгарии был ниже, чем в Украине. Ну, Гонопольский там возмутился, я вас пригласил для того, чтобы мне рассказали, что Европа это хорошо, что вы мне рассказываете. Вот, в общем, короче, этот ролик начал набирать, сейчас у него около, там, ну, а тут мне казалось, это просто невероятная цифра, около 400 тысяч просмотров, а тогда он начал набирать примерно 500 просмотров в день. Вау. То есть, ну, вот он набрал за первый месяц, там, что-то, около 15 тысяч просмотров, или 10 тысяч просмотров, вот как бы я начал более внимательно относиться к тому, чтобы выкладывать свои эфиры. Ну, а потом один человек, там, один из просто зрителей, там, подписчиков на Фейсбуке... Один из первых. Меня буквально заставил, как бы, это вот делать, записываться самостоятельно. Он мне, там, программу какую-то нашел, он сам в Германии живет, по видеосвязи научил меня этой программой пользоваться. Сейчас я уже не пользуюсь, сейчас я монтирую на телефоне, это гораздо удобнее, это мобильнее, но тогда на компьютере, вот, как бы, я это делал. Ну, опять-таки, я стеснялся, ну, как это, я вот себя буду снимать, потом выкладывать. И первое видео, знаете, такое было какое-то, которое снято вот самим собой, это, там начался очередной накат хейтеров на меня, там, меня первый раз забанили на Фейсбуке, я очень страдал из-за этого. Сейчас, как бы, забанили на месяц, да и фиг с ним, и легче даже без Фейсбука живется. А тогда вот написали статью, как антиукраинский политолог, что-то там, ну, про меня там, кучу бреда написали, там, что-то придумали, что-то дофантазировали. И вот это вот разгоняли по сети, и я такой, шел с эфира, кстати, на Ньюс Ван, Перекладина, думаю, как я говорю, ну, вот, как бы, если ты такой грамотный, там, там, если ты что-то из себя представляешь, если ты рассказываешь, что ты мне морду набьешь, ты сначала сделай то, что делаю я. И я подтянулся 25 раз, вот эту вот штуку выложил в Фейсбук, это было первое видео, он набрал, кстати, тогда немного, что просмотров 500 или 700, ну, вот, как бы. Ну, все равно приятно, и пошло. Ну, приятно, не, не пошло, потому что я вот все равно не мог решиться, а уже в какой-то момент я для себя решил, что я буду делать это регулярно. Здесь, ну, и в конце апреля я начал делать регулярно, и когда я за майнт получил миллион просмотров на канале, при том, что за весь предыдущий период у меня тоже был миллион, О, вот это да. При том, что у меня было 4 тысячи подписчиков, стало 10 тысяч подписчиков. О, вот это уже как бы вот успех, да, какой-то. Вот это вот оно. Когда я видео залил в Москве, там, в гостинице, доехал до аэропорта, а оно набрало там 30 или 20 тысяч, ну, какие-то вот смешные, на самом деле, для настоящего состояния канала цифры, но тогда это было, тогда вот это действительно вдохновило. И я понял, что людям интересно то, что я говорю, то, что я делаю.